Есть у нас такое место, о котором мы до недавнего времени как-то не представляли. Это территория бывшей воинской части на улицах Советской и улицах Благовещенской. Воинская часть, если я не ошибаюсь, года два назад уже освободила это помещение. Это сейчас, насколько известно, собственность города. И вот буквально две недели назад возник заседание Тульского градостроительного совета вопрос о застройке этой территории в современном административном здании. Нам бы таким неравнотушным туликам очень бы хотелось сохранить это место. Дело в том, что на территории вот этой бывшей воинской части получилось так, что там достаточно много интересных исторических объектов зданий девятнадцатого века. Это несколько усадеб, комплекс бывшего женского епархиального училища. Здания, в принципе, сохранились. Они находятся, естественно, сейчас в таком довольно руинированном состоянии. Тем не менее, здания есть. Мы можем судить об архитектуре этих довольно, так сказать, таких вот для своего времени очень характерных памятников архитектурных. Можем судить о планировке, так сказать, усадеб. И вот если как бы обратиться, естественно, так сказать, к документам, то это страница истории Тулы. Нам сейчас известны фамилии, так сказать, владельцев этих усадеб. Там есть фамилии, которых, может быть, как раз мы меньше знаем. Например, Варламовы, главный дом. Вокруг очень, ну, знаете, целое созвездие таких тульских купеческих фамилий. Ермолаева, Зверева, Гречихина, Сушкина и прочие-прочие другие. Там поблизости был Жигалинский рынок, и поэтому, как бы, многие имели вот такие торговые, как бы, свои интересы, вот. И поэтому вот мы считаем, что, конечно, так сказать, строить что-то новое на этом месте было бы крайне нежелательно, необходимо, так сказать, сохранить. Нам, короче, нет инвесторов, все это все очень, так сказать, дорого достаточно. Тем не менее, конечно, этот вопрос надо как бы решать и, так сказать, вот так искажать, уничтожать исторический центр Тулы. Был бы крайне, так сказать, неправильно, некрасиво, наверное. Вот поэтому, как бы, наша позиция — это вот сохранить, так сказать, и использовать для культурных нужд. Вообще, трогать вот исторический центр Тулы — это очень плохо. Потому что, вот я, как бы, если возьму мировую, как бы, практику, так сказать, такую архитектурную старых исторических городов, деловые, деловой центр, он не в историческом, конечно, центре находится. Там нет каких-то жилых таких спальных районов, да, нет, так сказать, каких-то вот административных таких зданий. Все это особые районы, никто не против. В принципе, мы понимаем, мы здравосмыслящие люди, мы не мракобесы ни в коем случае. Мы прекрасно понимаем, что, как бы, это все тоже нужно в какой-то мере, необходимо, вот этот город должен получать доходы, но, как говорится, всему свое место. — Он согласен. — Да, да. Вот, и можно прекрасно поискать, и... Ну, да, что касается Благовещенской этой улицы — это просто готовая работа, пешеходная. Вот мы всегда очень мучились, как бы, перекрывать движение. Вот, вы знаете, проект металлистов пешеходной, так сказать, улицы. Это надо перекрывать движение, это невозможно, улица проездная. А тут улица, которая никогда и не была проезжей. Я надеюсь все-таки, что в тех сферах, которые принимают такие, как бы, решения, здравый смысл, так сказать, и интересы туляков, они, так сказать, победят. Повлиять мы, конечно, на это решение не можем и не будем это, так сказать, делать. Я не хочу никого, как бы, критиковать. Наверное, как-то ситуация не совсем понятная, не совсем вся информация имеется. Но, тем не менее, было бы крайне, так сказать, обидно, крайне жалко, крайне неразумно, наверное, даже, что если бы вот этот вот кусок тулы исчезли. Что касается реставрации и восстановления, вот, где же тот же дом Конопадских или какие-то такие вот культурные, архитектурные объекты, когда говорят, что нашли подрядчик, арендатор, и он будет проводить восстановленные работы. Вот как этот вопрос вообще с точки зрения исторического наследия, как это вообще допустимо или недопустимо? Я начну с того, что никаких, конечно, велосипедов здесь не нужно изобретать. Есть закон об объектах культурного наследия, есть, как бы, акты подзаконные, которые из этого закона вытекают. Закон несовершенности об этом говорят, но, тем не менее, механизм есть. Надо, как бы, этот механизм использовать и, так сказать, притворять в жизнь. Ну, просто, хотелось бы, да, это хотелось бы, хотя, во всяком случае, это не тайно. Чтобы это не было тайно, чтобы нас не ставили просто перед фактом, что уже все и, как бы, ничего сделать невозможно. Это даже, знаете, опасно в каком плане? В плане, может быть, доверия, как бы, вот, общественности, удаляков к власти. Добрынинские особняки тоже, они находятся не очень в удовлетворительном состоянии, участвуют на Ленина-22 особняках. Ну, Ленина-22, насколько я понимаю, там есть, так сказать, кто в этом особняке живет, институт развития образования, да. Вот, и, прежде всего, вопрос, конечно, к тому, кто, если есть, ну, если не хозяин, то как хотя бы пользователь, кто этот вопрос как содержит? А, то есть это на их совести? Да, это на их совести, прежде всего. Ну, я понимаю, что, как бы, тот же собственник или, как бы, так сказать, пользователь может сказать, нету средств. Ну, да, как часто и бывает. Да, почти всегда. Вот мы сейчас находимся, например, в Краеведческом музее, вот, буквально за нами, дом номер 10, улица Турьеневская, бывший дом Аверина, одна из частных оружейных фабрик наших. Об этом мало кто, да вообще, наверное, как бы не знает, да. Между тем, очень такая фабрика, я бы сказал, не маленькая, потому что, наверное, на международных выставках эта фабрика ружья были представлены, охотничьи ружья. Ну, спортивного не было, наверное, уже. Вот, и, как бы, этот дом тоже бы хотелось, чтобы он как-то, вот, так сказать, ну, как-то участвовал в сохранении истории, я подбираюсь вам. Сейчас мы не владеем абсолютно никакой информацией, кто хозяин этого, так сказать, дома и в каком он состоянии находится. Много, ну, опять же, могу сказать, что вот старый квартал Тулы, например, улица Пушкинска, улица Волиск, это деревянные, как бы, дома. Вот, как раз про деревянные, когда застройки тоже. Да, тоже, вот, читал, периодически встречал, так сказать, такая информация, что были тоже предложения о, как бы, сносе и застройке. Все это очень жалко. Все это очень жалко. И, ну, может быть, я не предприниматель, может быть, я, так сказать, не экономист, но мне думается, что, как бы, эффекта большого экономического, так сказать, от строительства, ну, какого-то жилья, а ведь сейчас-то речь-то идет просто об элитном жилье, недоступном. Вот, как-то это не решит, не решит проблему ту, которая, как бы, нам говорят, что она должна решиться. С исторической точки зрения это образ Тулы. Вот мы говорим о туризме, ну, вот приезжает, так сказать, турист, вот мы говорим там о каком-то внутреннем, да, тем более, как-то о международном говорили, о туризме. Ну, и что, как бы, он хочет посмотреть, то, чего, что оставит впечатление о городе, чтобы как запомнить, так сказать, Тулу, чем. Вот это вот в этом, в этом плане, в этом смысле, так сказать, это создает образ Тулы. Вот, какой Тулы была в конце 19-го, а вот такой была, вот, как, так сказать, здесь, как все, так сказать, существовало. И вот лицо, то есть, короче говоря, лицо, так сказать, города, вот это лицо, оно, его не видно. А без этого мы сами, мы все сотрудники здесь работаем, как бы, с туристами, и мы очень от этого, от турферм, очень часто слышим это, что, да, мы, как бы, вот, хотели бы к вам везти, но вы нам скажите, что в туре самого интересного. Покажите, привезите в эти места, так сказать, дайте, покажите нам. Вот это очень такой сложный, как бы, вопрос, потому что, вот, знаете, туристу, приезжающему, ему и времени не так много, да, ему вся, вот, буквально вся, как бы, история в хронологическом таком порядке не нужна, им нужны, вот, какие-то впечатления. Вот, и если мы говорим о создании впечатлений, вот, мы должны такие точки сделать в городе, впечатляющие точки. И вот так же, как бы, Благовещенская может быть такой точкой, и Кремлин обязательно должен быть такой, и вот улица, тем более центром, тем более центром. Вот. Практика, она международная, она всегда, что есть в старых городах, есть исторический центр, а застройка, она идет где-то дальше. Вот даже, вот, легко, достаточно посмотреть какие-то зарубежные города, вот, так сказать, старый город идет, да, а где-то на горизонте виднеются вот эти вот небоскрыты. Ну, да, где-то старые. Проблема, как я понимаю, решаема, транспортные пути, есть, как бы, транспорт, есть, можно, как бы, достаточно быстро, так сказать, подъехать в эти районы, но та ситуация, которая у нас, когда, так сказать, все рядом, вот, это мешает городу образом. Что касается Кремля, вот, когда проводились там расходки, экспонаты были найдены? Экспонаты были найдены, насколько я, как бы, знаю, было найдено несколько тысяч предметов, начиная с 16 века и до, так сказать, 19-го даже столетия. Вот, ну, здесь я хочу, как бы, успокоить, что экспонаты, они все находятся у археологов, у наших специалистов, проходят научную обработку. Вот, когда, так сказать, будет, может быть, музей в Кремле, мы это, конечно, увидим. Кстати, немножко опять в Благовещенске возвращусь. Это же, если мы в 16-17 век обратимся, это территория Тульского посада, она тоже очень застроена, и там обязательно, просто вот даже это обсуждать невозможно, по-моему, должны быть проведены комплексные, так сказать, крупномасштабные археологические исследования. И нас там тоже, скорее всего, находки какие-то ждут, и какие-то конструкции, так сказать, здания, и просто вещевые, как бы, находки, это вот так же вот в археологическом отношении очень перспективный район. Вы знаете, да, то, что наш в Рио губернатор предложил создать Суворовское училище в Тульской области, есть предположение на набережные трейлеры разместить в бывшем Ташовском особняке. На ваш взгляд, где бы это было разумно, слесообразно, может быть, какие-то ваши варианты? Ну, здесь слесообразно, в каком, как бы, плане? Если в плане вот этой вот такой исторической преемственности, или в плане, опять же, финансирования, в плане, так сказать, тех, как бы, территорий, тех помещений, тех площадей, которые нужны этому учебному заведению. Это имеется в виду корпусы в больнице бывшей, да? Ну, я считаю, что это было бы хорошее решение, хорошее, потому что, как бы, с точки зрения вот культурных таких цепочек, там действительно кадетский корпус, Александровское училище, то есть, хотя располагалось, в принципе, помещение, как бы, они не противоречат. И, конечно, всегда очень бывает больно, когда вот здание какое-то, оно используется, то есть, навязываются этому зданию те функции, которые как-то никогда у этого здания не были. Вот это всегда очень бросается, вот в советские времена, так сказать, там вот планетарии в церквях, в храмах и так далее, это очень всегда резко диссонирует, да? А вот когда это как-то диссонирует, вот сочетается с историей, это очень, так сказать, органично. Если говорить про дворянское собрание, было, ну, как мы в советские времена приняли, потом говорили, точка питания, ну, жил в буфет. Наверное, мне все-таки думается, что спешка наша постоянная, ну, какой-то, может быть, может быть, эта спешка как бы не дает возможность как бы выслушать специалистов, так сказать, предложения, можно было бы сделать органически, более органично, так сказать. Вот, ну, почему надо называть, например, ресторан, да, или, насколько я знаю, рестабан называется, да? А, да, абсолютно. Вот, ну, почему нельзя было бы называть буфет? В принципе, то же самое. Преподнести немножко. Да, преподнести, вот, какая-то все-таки вот такая недостаточная культурно-историческая, так сказать, проработка вопроса, ну, и, наверное, тоже и маркетинговая. Как бы это было бы, ну, извините за слово, такое поприкольнее выглядело. А так никто, конечно, конечно, точка питания в дворянском собрании необходима, она действительно там была, и без этого не дворянское собрание, вот, все мы люди взрослые, все мы это понимаем, вот, в принципе, после такого, такого, как бы, заведения никто не протестует. А на территории Кремля? Ну, вообще, дело мне думается, как бы, опять в масштабах площади. Ну, хотелось бы опять, чтобы это, когда вопрос решался, нам всегда говорили, что это для туристов, для будущих туристов, но представить, сколько туристов, какие площади нам нужны, Почему проблема, собственно, возникла? Потому что, когда мои коллеги, так сказать, пришли туда для подготовки экспозиции, мы почувствовали недостаток экспозиционных площадей, И, безусловно, мы могли бы там разместить музеев больше, больше экспозиции сделать, вот, и, наверное, все-таки больше музейные, мне думается. А вот ресторан, как инфраструктура, для туристов, для посетителей, если это будет таким образом, как бы, работать, против этого, наверное, выступать нельзя. Ну, если это превращается в какую-то, так сказать, самодавляющую, в главную какую-то, как бы, точку, вот это вот тоже очень больно. Потому что там разные, как бы, опять же, как бы, идеи возникают, вот, опять же, идея резидентской губернатора, резиденция, это чушь. Ну, почему чушь? Ну, наверное, потому что, как бы, какой-то опасный контакт, так сказать, соперничество со столицей, да, резиденция губернатора, президентская. Вот, мы все толеранты, мы, конечно, знаем, что такое президент, государственная власть, определенный, как бы, статус. Ну, и, знаете, как у Маяковского чистить себя под Лениным, я считаю, не нужно. Наверное, в том, что, как бы, происходит, можно критиковать любого. Не доработали музейщики, не доработали, там, органы охраны, не доработали, так сказать, реставраторы и так далее, и так далее. Вот, власть. Это не конструктивно, я этом не хочу, как бы, этим заниматься. Я хочу сказать о том, что нам всем надо, надо работать, конечно, вместе, выслушивать друг друга. И нам бы очень хотелось, чтобы, например, областное руководство, городское, так сказать, тоже такое руководство, прислушивалось к нашей точке зрения. Вот, существует градостроительный совет, наверное, должен быть какой-то экспертный совет, когда принимают такие больные решения. Вот, чтобы решения, опять же, еще раз повторяюсь, чтобы они как-то обсуждались, несомненно, существует некое, ну, взаимное даже, наверное, недоверие. Вот это нам надо всем преодолевать, конечно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...